так друзья здравствуйте сегодня у нас 3 сентября дети пошли в школу но и садоводам тоже надо учиться смотрим сюда так смотрим сюда итак мы с вами на середину серии сняли примерно 8 серии может семь может восемь под названием что это для школьников студентов и новичков это очень важно почему вы мой путь проделываете и продолжаете а у меня такая система я не раз повторял это еще скажу попали вы в любое государство хоть китай хоть в англию вот английский язык самый странный если не сказать сильнее вот хрен его выучишь совершенно нелогично и вот а вы ни одно слово не знаете ну и что проходит несколько месяцев раз вы живете там ходите в магазин ходите по улицам начали гудмонник потом будейк и уже потом смотришь заговорили а садоводстве то же самое я решил так я вас кидаю в воду как кидают воду поплывете не поплывете а куда вы денетесь здесь не будет нудных лекций в которых засыпаете но я уже повторялся и так 2007 8 год вы повторяете за мной уже успехи есть уже телевидение уже печатают в газетах журналах еще интернета нет но все остальное присутствует и уже появился опыт который требует распространения поехали где мы остановились мы остановились примерно в этом месте я даже не помню точно ну допустим мы сейчас смотрим что-то кто на портрете вот чижик николай иванович мой друг единственный портрет тяжело болен через после этого через год упал разбил голову умер вот перед смертью племянница вспоминал железного я был единственный который связывал его с большим миром садоводством а я уже в этом мире купался и вот приезжает он мне показывает свой сад но как показывает он сидит на колечке в сад пойти не может многие отказали а мы потом его подтащили это все история обязан таких людей говорится поймете почему какой добрые слова он заслужил моего подмышки потащили бы саму ближнего дерева я бы не сфотографировали на память вот а что он нам преподнес внимание вот у меня была лекция вчера понедельник вебинар правда неудачно потому что были проблемы технические смотрите это в моем саду процветает это его сувенир востока я его готов это самое был бы я большим этим самым вождем я бы ему памяти приказал поставить вот вот за это все таки он был переходное звено от европы в азию в сибирь и вот результат я у него веточки беру приливаю получаю вот это причем получала десятки ведер раз и вот это тоже от него вот чернослив я его назвал не знаю и настоящее имя назвать у нас лепчижика вот это я показал кусочек две фотографии были для вебинара а еще он у меня что сделал вот николай иванович он мне еще преподнес не эту яблоню а богатырь еще яблоню и еще грушу сейчас скажу грушу казановскую сильно сладкую скажем так вот эти четыре наименования перепели по ко мне а теперь же и к вам вот за это я благодарен вот я не зря вспомнил когда вот видите 2007 год 21 августа вот эти вот фотографии когда вот так делаешь сразу видите в квадатику светится значит это мои фотографии часть из них украдена вот например забегая вперед вот это украдено вот куртка моя рубашка моя ладонь моя плоды мои а знаете сколько 10 20 или 30 плодопитомников я украли очень эффектно вот ну давайте по порядку значит перед этим вы видите фотографию которая еще не показывал это ковы 7 ковы 7 колновидная яблоня видимо седьмой номер 7 вот так она выглядит это был первый урожай 2007 год мы этих посылали гонца в Москву гонца гонец выписал то есть там купил те то по объявлению 100 штук 4 из них моих мы скидывались оплатили мы здорово эти четыре сразу умерли значит писать себе баба баба бороденка вот такой вот вот такие были корни естественно корни были искусственные вот выращенные из палки эти по двое вот салонцы были настоящие но два умерли сразу два то есть одного удалось взять веточку единственную прежде чем эти две тоже а все таки четыре плода было потом умерли эти две последние четырех те две сразу эти чуть позже но веточка была и я начал размножать и дошел до рекордов до трех мировых рекордов но это отдельная тема а в 2007 году вот это был у меня первый урожай идем дальше вот наверное вот так вот мы будем идти значит что эта фотография значит у нас случилась страшная беда как раз 2007-2008 год огромное нашествие бабочек бабочки сели отложили яйца сделали коконы на деревьях в основном на яблони почему-то в основном вот и когда пришла весна никто с этим беда была такая первый и последний раз никто с ними не боролся никто не пришел внимание на эти коконы в котором развивались гусеницы вот потом пришло лето и тысячи тысячи деревьев оказались голыми вот дальше а это все-таки учебные продолжение очередной еще один фильм и так у меня была дедди саранетка она тоже стояла голая мне просто не было времени и спилить примерно половина садоводов середине лета видя вот то что вы видите сейчас на экране вот просто взяли и спилили а вторая половина руки не дошли только руки не дошли они взяли опять покрылись этими листьями вот это вот то есть во первых обращайте внимание на эти коконы вот они и хорошо видно на дереве как который откладывать бабочка капустница когда я много и очень много тогда надо напрягаться бывает в отдельные годы этом видишь один раз в неделю одну бабочку бывает что вот тут вот его было столько такое впечатление что шел снег вот откуда столько взялось как это случилось ведь предшествие перед этим годом раньше ничего не обещала такого дикого казалось бы ну коконы висят висят на каждом дереве по нескольку но тот год в середине лета объедено было десятки тысяч я бы на это все любовался и делал выводы вот эту фотографию я сделал в частности так после того когда у меня десяток таких примеров набралось я очень быстро сочиняю разные теории и главной практики и так я придумал теорию под названием под названием селекционное клонирование когда я вижу две ветки они между ними вот там где они сходятся вот такое расстояние обе одинаковые почки были до середины лета на осени они росли одинаково потом одна погибла другая нет и тогда я сделала почка почки родине все почки полноценно и потом я вам покажу позже когда мы дойдем до этих смертельных 40 градусов когда половина веток мертвые вторая половина еле живая а на нескольких ветках не только зацветает на и плоды висят и тогда я сделал вывод что почка почка родине таким путем можно отбирать принципе это и есть народная селекция выжила дерево взял черенок замерзла не взял черенок выжила взял вот только я это процесс ускорил и сделал его сознательными назвал это селекционное клонирование прошу меня понять правильно никакой генетики вот то что и запас прочности у почек разные значит который больше запас прочности тем про имеет право развиваться дальше переходить с поколение в поколение селекционное клонирование то есть уже специальный отбор на границе выживания вот и не мы туда не лезем и не в это самое например мы мы с вами не берем и ген от скорпиона не внедряем в бой не внедряем в картофель чтобы чтобы сдохли коварадские руки краски и духи сдохли а мы не отдыхаем но это уже другая тема мы поняли селекционное клонирование отбор почек с наиболее максимальной резнестойкости ну а тут че ну сало как сало а вот это интересно у меня случилось так что они саллы я потерял эту ветку я на одном дереве сделал 10 период 9 период одна была вот эта так жалко и до сих пор где нет этого аниса она взяла рухнула до большого урожая ну полюбовались полюбовались мы поняли что аниса это прекрасный сорт а это еще лучше груша нарядная эфимова иногда на деревьях появляются очень крупные плоды среди средних я до сих пор не знаю если взять семечки самого крупного плода можем в целом добиться что потомство будет более крупноплодное чем соседние груши обыкновенных заварят но это другой вопрос о котором мы сейчас не будем отвечать и гадать просто любитесь на грушу нарядная эфимова которая завоевала золотую медаль гран-при на международной выставке она на тот год стала лучшей грушей в мире здорово да называется нарядная эфимова кладимся академику эфимова остров вот одно из моих деревьев подносящих это горькая правда в 2005 году передал остров в аренду не было сил уже тогда не было времени и хотелось заниматься селекцией 5 гектара отдал вместе с такими яблоками но это уже 2007 год это после пожара приехали вот циквисты подожгли со всех сторон мои арендаторы спали в городских квартирах сладко накануне прошел дождь они решили а че там это вот а это 2007 год это остатки осталось 20-30 деревьев и мне вот представьте себе вот таких деревьев полторы тысячи можно было жить но сожгли специально вот это бывает в жизни но тогда после этого 2005 года арендаторы пробовали еще восстановить вот это еще насадках энтузиазма но они ничего не умели я даже помогал им учил прививать сейчас привил по новой вот 2008 году пожар повторился и теперь уже окончательно ну а то что между двумя пожарами вот видите так а мы с вами видели эту самую вот эту картинку это я жаловался вам что моя фотография украдена десятками вот это плодопитонников якобы это их вот еще одно дерево это тоже жиглевское это тоже остров это тоже 2007 год между первым и вторым пожарами это того что оставалось вот это обгоревшее дерево оставалось и вот так выглядели остатки сада вот так они выглядели ну а дальше что следующая тема это геопатогенная зона по народному гиблое место где-то народ догадывался что существует гиблое место в этих местах ничего не растет в местах поставь кровать дом и ты покойник это все есть вот наука брезглива эта тема отказалась и не спасла и не спасет миллионы людей от болезней и смерти рака мучений сиротства инвалидности не спасет а здесь что если у меня такие две три зоны вот одна из них здесь я посадил сотню слив выросли в другом состоянии все померли у меня у железова не одна ну может быть вру ну тут 50-60 вот значит это у железова зашли но расти не стали вот тут в краю геопатогенной зоны вот эта вот выжила грушка хоть сливка и все остальные все мертвые а так не бывает случайно не бывает геопатогенная зона я вам скажу это страшная вещь вот но мне никто не верит даже тогда когда еще печатался и у меня был непрекаемый казалось бы авторитет на всю страну меня печатали практически все центральные газеты и много областных но это не помешало брезгливо отвернуться от идеи геопатогенных зон они есть у нас сейчас я пользуюсь вот этой фотографией развиваю эту тему в стране геопатогенных зонах спят работают едят проводят много времени из 150 миллионов россиян миллионов пять не меньше вот и все они обречены на болезни на муки и на смерть еще раз говорю миллионов пять вот у меня есть примеры покруче вот но пока я сейчас нахожусь на грани знаете чего на грани закрытия блокирования канала только начинаю говорить о серьезных вещах уже два раза блокировали и пообещали навсегда вот так вот друзья поэтому пока не лезем дальше растения водства а растения водства это вот вот мощный здоровый лес есть такое понятие сосны корабельные это значит что когда то самое огромное дерево брали на мач вот а то дальше прошел десять два тридцать метров полянка а на полянке кустарник не выше человеческого роста а почему огромные деревья это разрешили кустарнику тут жить а сами не с ней это самое не захватили это место а там им делать нечего там где патогенную зону там все чахлое все умирающее вот и все вот вам пример если когда то возьмете гектар земли а вам дадут дают ее иногда прям посреди тайги не жалея что тайгу придется выпиливать вот и там увидите с края посередине полян заходили дом поставить вот вот и вот дальше уже как у этого у Высоцкого и Аня Пушкина а и вот где таилась погибель моя мне смертью та поляна угрожала это я переначал поняли ну что не зря я провожу такие фильмы вот ну сало как сало в чем пробовать это то же самое ценности в котором я рассказывал еще одна фотография именно Чижика с его деревья черенки себе перенес и выросло вот это чудо вот а сады Сибири вот эта газета меня печатала много она красивая цветная и тогда значит мне уже начинали воровать фотографии поэтому ну вот моя линейка вот видите вот она вертикально видите это даст возможность что они украдут вот сады Сибири это значит вот а что там линейку обрезали и так же и продают под видом вот такой роскоши продают какую-нибудь херню типа терна вот а это то же самое только как говорится не просто профи вот моя линейка и вот это вот ее и отрезают обидно 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 за тех кто думает ой как хочу такие ой как ой им влипают в это дело просто влипают вот и и тогда я сказал себе значит я стал лидером знаменем мошенников не афишируя мою фамилию естественно что это мои фотографии мои фотографии научили сотни мошенников прятать концы в воду обманывать людей и предлагать им дрова причем такие дрова что если раньше человек дожидался это когда-то было отношение потом плевался а сейчас какое отношение они даже не просыпаются идем дальше вот еще одно ну что я могу сказать знаете как это я делал я дружу дружил и дружу с учеными из Абакана под Дускобиловым Турсунпулотом замечательный человек замечательный узбек скажем так замечательный личность вот он мне научил Константинович хочешь чтобы в книгах это было напечатано делаю вот так чтобы была линейка как бы масштабная и листики все я делаю посмотрите я теперь крутой вот он я вот он я видели я крутой я теперь все по науке делаю спасибо другу научил представляете ученый со мной дружил 27 лет не может этого быть другое дело нету у него той власти привозит ко мне а дойдем до фотографии с Турсунпулотом я много чего интересного расскажу про жизнь садовую жизнь вот снова сувенир Востока снова сувенир Востока линейка линейка не спасает все равно воруют фотографии вместе с линейкой а вот это есть значит я все время забывал про эту фотографию поэтому не показал до сих пор и так я снимал недавно фильм опять я стоял возле этой ранетки она у нее единственная когда я раскалывал ее объели так что я думал погибнет нет не погибла слава Богу когда ее объели лосеницей вот и тогда эта ранетка у меня в фотографии много отдельная тема это когда фотография такой вот потом на такой на такой развитии вот и до 24 года у меня все есть я тебя отличаюсь от тех кто показывает дурацкую прививку действительно дурацкую странную глупую а потом мы никогда не увидим как она это пошла в рост потому что она никогда не пойдет это кругом и рядом учат невеже а у меня прослеживается допустим ну тысячи год по таком 2005 2010 2015 и дерево развития вплоть до того что я вот недавно выпил два десятка только мощных старых абрикосов носящих рекордсменов и вот а здесь получилось так я этой последовательности не выдерживаю вот эту фотографию говорю остальные словами вот смотрите на данном плане видели красная радость получилось так что она лет через 10 начала уменьшаться в размерах как бы дичать она же не привитая вот и когда я привил три сорта в том числе вот это написано желтый бочонок это со сморецком прислали а вторая не помню прививка а третья богатыря привил и у меня что случилось ранетка опять два раза личность размера когда эти три прививки нормально развивались вот это хотел сказать это другое это совсем одна тема это по железного насыщение ментора помечурина вот когда вот эти вот крупные яблоки укрупляют эти самые эти самые аронецкие проходит время проходит время и опять когда задичало лет десять назад восемь пила сильная обрезка теперь побегом самых самых скелетных веток на три четверти и опять укрупнилась опять фотографии но эти фотографии уже последние годы вот а мы до них доберемся нет не знаю до них сотни фильмов а вы выдержите сотни фильмов вот это шестой седьмой я их запланировал 150 напугал идем дальше если не напугал вот вот это вот когда осталось между пожарами еще раз говорю пожары 2005 2008 когда между ними оставалось еще живо два десятка яблонь я туда заезжал на свою девятки вот эти ящики видите в ящики нагружал привозил в сарай складывал а потом продавал тогда ведро стоило 50 рублей у хуторян а мои отборные до сих пор запомнил это 2007 2008 2007 и 2008 год вот я хуторян обошел тем что все узнали железово и мои яблоки шли по 80 рублей килограмм 80 а у всех по 50 вот потому что мои яблоки вот это жигулевские были самые отборные на тот момент ну что будем заканчивать очередную серию красивая фотография снова сувенир востока вот ой там еще тем будет давайте мы на этом закончим вот закончим я сейчас знаете что мне немножко надо рекламой заниматься вот это вот я проводил когда вебинар я дошел тоже вебинар был 27 часа тоже тема вот смотрите какие колонны я умел выращивать это мои мировые рекорды мировые сейчас я найду надеюсь а вот это банк я искал и так значит многое вам суждено вырастить обучил у меня получил 300 вебинаров я хочу создать 150 дополнительных фильмов вот есть книги есть диски заказывайте учите учитесь вот а здесь у меня смотрите это холодильник я открываю фотографирую только две полки четырех вот они огромные косточки это супер абрикосы вот а самые мелкие вот видите написано манджурский абрикосы номер 4 2024 год все по часу смотрите сюда из всех моих манджурсов он оказался самый сладкий чисто сладкий а ведь это же считается декарь его и не надо даже прививать его посадил вырастил ну а дальше все как обычно вот можете мне по ватсапу со мной общаться по ватсапу это значит 8 960 можно здесь написать написать и захочется это чтобы вы по ватсапу запросили у меня каталог это не сложно так 8 960 776 8 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 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 12 14 15 15 15 20 25 21 21 22 22 к этому вернемся благодарю за внимание еще раз закажите каталог по ватсапу это все самое удобное а можно и по резоной почте набираете в яндексе в гугле три слова по русски поисковики поисковиках сайт с одного до железного все перед вами и я и как и как написать письмо и как позвонить все там контакт выйдет если вы найдете фотогалерею то лучше сразу это самое успеть валидол проглотить потому что такого нет ни у кого до всей планете этого вот мой сайт этого нет ни у кого до всей планете нет не так на северной стороне планеты на всей планете есть на северной стороне планеты этого нет и быть не может почему потому что это агротехника особо это альтернативное садоводство железного это новое садоводство железного вот кстати вон у нее таранетки после того когда дерево было кардинально омоложено гадятся а ведь они могут расти даже при поляных округах вот так вот вот это моя наука по просьбе ученого делал вот это не просто так не просто так не просто так уникальная коллекция не имеющая равных на всей планете вот по морозостойкости и качеству плодов одновременно вот и дай вам бог чтобы ваши дети жили в этих садах и питались настоящая неотравленная продукция 40 обработок это химикатами вся страна завалена эти 40 обработок за одно лето все благодарю за внимание жду от вас заказ каталога вот до этого вот телефон железного ну чё без рекламной паузы никуда время такое я не выживу и у вас этого не будет 8 960 776 или просто звоните мне ой я не дружу с ватсапом я не дружу с компьютером а можно я словами продиктую это пожалуйста все друзья благодарю за внимание